Крутой новость, а для кого-то это сложный, но это правда. Либо вы станете лидером, либо вас не будут уже скоро в этом бизнесе. Это гордая правда. Это гордая правда. Либо вы станете лидером, либо вы действительно через несколько лет не станете в этом бизнесе. Потому что это бизнес для лидеров. Сам по себе это бизнес для тех людей, которые хотят стать лидерами. А теперь вопрос. Может ли человек стать лидерами? Может ли каждый стать лидерами? Как вы думаете, да или нет? А я скажу нет. Вы не обижайтесь на меня, но я правдивый человек. Я не поддаюсь эмоциями, я скажу вам правду. Теперь внимательно послушайте меня, чтобы это четко понять для себя, брат. Понимание. Например, разве у каждого человека есть спортивные данные, стать мировым чемпионом? Мировой чемпион. У каждого человека нет одинаковых спортивных данных. Но, может быть, это парень бокса не может быть чемпионом, но шахматы может. Может быть, это человек действительно, восточный единоборцы, но может быть чемпионом. Или бегун не может быть чемпионом. В турнике может. Или в чем-то может. Каждый человек может быть лидером в своем области. Одинаково быть лидером не может. Этим что я хочу сказать? Я этим хочу сказать, что ошибка многих людей заключается в том, что они питаются, питаются быть лидером везде. А этого не надо делать. Если вы найдете в себе свою сильную сторону, которую Богом дано, вы легко станете лидером. Очень проще и легче. Но как это делать? Я сегодня буду несколько инструментов показывать, рассказывать, исходя из моего практика. Возможно, мой опыт подходит вам, возможно, нет. Если мой опыт подходит вам, берите и практикуйте. Если не подходит, продолжайте поиск. Продолжайте поиск до тех пор, пока не найдете. Я уверен, что бесполезных человек нет на земле. Я уверен, что каждый человек, который родился на земле, у него есть какая-то особенная миссия. Вот это факт. Бесполезных людей не бывает. У каждого человека есть своя миссия. Если он может понять этого, он в своем области станет лидером. Поэтому, что мы должны делать? Раз мы пришли в этот бизнес, посмотрите, в чем вы лидер. Кто-то из вас может быть круто, умеет выступать. А кто-то из вас может просто хорошо привести, можно сказать, индивидуальные встречи. А кто-то из вас может быть крутой организатор. А кто-то из вас может быть просто любит продавать. Вы должны найти в себе что из этих навыков, которые необходимы для построения этого бизнеса. Что из них у вас очень хорошо получается, и его делайте. Что-то от того, что у вас не очень хорошо получается, ничего страшного. Пусть вас наполняет кто-то из вашей команды. Пусть вас наполняет кто-то из вашей команды, кто это умеет делать. Лучше, чем люди. Тогда вам будет проще, легче и так далее, ста лидера. Намного проще. Я просто заметил, что кто-то легко умеет приглашать людей. А кто-то легко умеет, например, вот этот соцсет используя продвигать. А кто-то еще что-то умеет. Но на самом деле, когда ты пытаешься все делать, иногда не получается. А когда пытаешься все делать, не получается, ты начинаешь думать, что-то это то делает. Например, я. Я умею только говорить. Я даже до сих пор не знаю в инстаграме, как делать, как зайти, как делать. Там есть люди, которые это делают. И мне необходимости это делать. Я лучше плачу чуть-чуть тому, кто-то лучше меня делает. Я до сих пор на русском языке идеально не разговариваю. Но это не мешает мне, если лидерами зарабатывать быть богатым. Что я тебе хочу сказать. Вы не должны останавливаться от того, что не все идеально. Вас не должно останавливать что-то, что якобы это не идеально получается. Ну и что? Ну и что? Вы должны продолжать совершенствовать то, что делаете. Все. Поэтому вы должны найти, что для построения этого бизнеса у вас хорошо получается. То и делаете. Могу уверенно сказать. У кого-то из вас легко получается открывать регионе. У кого-то легко получается враживать ключевых лидеров. У кого-то что-то другое. Делайте это. Вы быстрее построите сильную команду. Сегодня поймем им друг друга. Я хочу у вас спросить так. Кто такой лидер? А я могу с вами общаться? Кто такой лидер? Успешный человек. Кто такой лидер? Который ведет команду за собой. Большую команду. Который ведет большую аудиторию людей. Хорошо. Организатор. Знаете ли, кто такой лидер? Это все. Я пока расскажу несколько его показателей. Сегодня, через несколько минут. Заглядывая моя работа, я понял одну важную вещь. Кто такой лидер? Это тот, на кого заканчиваются проблемы. Да, да, да. Да, да, да. То есть на своем уровне он умеет решать проблемы, вверх не дает им. Не загружая своего лидера. Не загружая своего там веще стоящего. Лидер тот, который свои проблемы на своем уровне умеет решать. Он в верхней природе. Вот он лидер. Если ты, например, смотрите, послушайте интересную вещь. Если вас будут, вокруг вас не будут лидеры, которые на своем уровне решают проблемы, все эти проблемы идут вверх. А веще стоящие ваши лидеры, веще стоящие спонсоры и так далее, а чем они должны заниматься? Они должны заниматься бизнесом, или они должны стать уголовным розыском, или там святой отец только института для вас? Они должны заниматься бизнесом. Они должны заниматься развитием, стратегией и так далее. Они не должны тратить время, постоянно, 90% времени, энергии, для того, чтобы кого-то успокаивать, кого-то там объяснить, что ты прав, ты неправ. Да, да, да. Поэтому лидер тот, на кого заканчиваются проблемы, вещи не поднимаются. Это первый показатель лидера. Значит, научитесь решать проблемы на своем уровне. Только тогда у вас развиваются лидерские способности. Простой пример привяжу. Посмотрите, семья. Среди ваших братьев и сестры, среди ваших родственников. Вы согласны, что в каждой семье кто-то чаще решает семейные проблемы? А вот тот, который чаще решает семейные проблемы, со временем он станет лидером. Не который семей нужна, не который семей жиря, не который брат, и так далее, и так далее. вот кто принимает смене то есть кто решает смене проблеме со временем он становится лидером если вы хотите стать лидером если хотите развивать в себе лидерские способности начните от маленьких проблем решайте их решайте собственные проблем почетчик почетчуть и весна времени у вас внутри это именно лидерские способность начинять развиваться вы должны ему раскрыть она есть у всех вот именно это если все каждые могут лидером своем параметры свою область и но без равного себя с кем-то вы станете лидером на своем уровне а кто-то стал лидером на своем уровне кто-то еще на своем уровне не сравнивать себя с кем вот это очень важный момент если вы хотите в себе разбудить лидера начните от маленьких маленьких проблем решайте а потом когда для касается бизнес старайтесь проблему не давать вверх на своем уровне решайте его для того чтобы это произошло у вас что вы могли построить крутой компания бизнес и так далее здесь кем вы себя видите кем вы себя видите лидера внимание внимание кого вы себя видите это самая важная вещь не важно люди что думают про вас не важно что говорят этот мир про вас а вот ваша богиня какой кем вы себя видите правую руку поднимем повторим за мной человек 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 является тем и он себя читает я бы хотел чтобы вы написали на бумага вы по поводу самого себя кого вы видите какое мнение у вас по отношению самому себе кем и себя воспринимаете потому что единственный кто вас хорошо знать это не сами вы знаете свои минусы свои плюсы каждое утро когда смотрит на зеркало что вы думаете себе и каждый раз когда вы самим собой остаетесь о чем думаете что вы говорите вот именно это определяет чего вы достигаете жизни если вы не верите себя сами как могут кто-то другой верить вам знаете какого правила внутри вас два человека один который мечтает кем-то статус второй который мешает а вот кого выбираете тот станет реальность кого из них и помогать будете вот он станет реальностью понимаете это очень-очень важная вещь постарайтесь в себе видеть того кем и мечтайте помогайте этому человеку развиваться и убейте уничтожки того кто вам мешает во все священник во все священник говорится что вы не можете достигать больших результатов если вы не при как-то превоспитывать свой сознание иногда много духовных книгах говорит надо умирать чтобы рождаться заново это есть это это действительно да я хочу чтобы вы когда отсюда уходите убейте пожалуйста того кто вы были вечера уничтожьте его выходите с такой уверенностью с такой надежды с такой мечтой кем и мечтаете став идите так ребята я человек который книжки читал рассказываю многие из вас возможно знаете мою историю или мою судьбу и так далее я человек который сам себе создал и я знаю почему об этом я говорю вы можете посмотреть мой фильм и немножко познакомиться если вы еще не знаете об этом у меня не было на 29 процент шанса стать кто я есть поэтому я все что говорю это путь который через практику уже проверили поэтому ваше видение знаете ваше собственное мнение по отношению к самому себе знаете какая битва в этой жизни самая важная битва не проиграть битва самим собой вам надо выиграть эту битву вам надо именно быть лидером по отношению самому себе потому что именно это делит вас успешным человеком выиграть эту битву самим собой потому что вы лучше всех знаете себя поэтому я бы хотел чтобы написали про себя когда без его не или когда пойдете домой кого вы видите себе максимально пишите того человека который вы мечтаете старт а потом распишите свою личную миссию почему вы должны расписать свою личную миссию если хотите быть лидером вам надо развивать это раскрыть свою личную миссию а потом посмотреть что вот это то что чем не занимаетесь в этой компании чтобы это все объединить объединить чтобы как вашей бизнес вашей бизнес помогло вам реализовать вашу личную миссию жизнь она одна его бессмысленно прожить нельзя нельзя его просто тратит а потом сожалеет знаете не надо бояться смерти надо бояться бессмысленной жизни складывать свой бизнес смысл если вы вкладываете каждое свое действие как это смысл как это сердце вкладывать и душу складывать и вы начинаете этим жить я могу уверенно сказать что практика показывает что люди которые вкладывают душу для достижения своей цели и бизнес который занимается превращаться для них как личная миссия они всегда достигают успеха это всегда так поэтому если мы говорим с вами что тут и хороший успех в этот бизнес либо стать лидером либо вас не будут в этом бизнесе значит что ли стать лидером вам надо действительно раскрыть себя домой когда пойдете пишите свою личную миссию а потом ищите как эту миссию реализовать через это компания через это бизнес это очень сильно поможет вам попробуйте делать есть понятие лидер прошлого есть лидеры будущего я это написали с моего практика поскольку 25 лет работа с людьми много разности компании обучал и заметил такую большую разницу очень большая разница то что было 10 лет назад и то что сегодня то что было двухтысячный годах и то что сегодня это абсолютно разные вещи например лидеры которые 10 лет назад они просто были людей за собой если человек который ведет людей за собой